Всем привет, ребята, с вами снова я, Зейн, и я рад вас приветствовать на 14-й части рубрики от Нуба до Топера. Как вы могли уже видеть по названию видео, а также по его превью, что мы сегодня купим Пэтл Пояс. Эта моя серия должна быть интересной, ну а если она вам понравится, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, сейчас это действительно очень важно. Переходите в Дискорд, ссылка на него в описании, переходите также в Телеграм, ссылка на который тоже в описании. В Телеграме сейчас активно публикую спойлеры по рубрике от Нуба до Топера. Ну а так, ребята, желаю вам приятного просмотра. Бисмос уже подходит к концу, а ты так и не получил все нужные стикеры? Тогда сайт Beepro точно для тебя, ведь это первый сайт, на котором ты сможешь быстро и безопасно покупать стикеры, биквипы, скины медвежат и даже геймпассы в Бисфарм Симуляторе. Помимо Бисфарма есть множество других игр, где ты сможешь дешево купить любой товар. Ну а если товар раскупили, то вы можете нажать кнопку уведомить о наличии, и как только товар появится на продаже, вы сразу получите уведомление. Здесь вы можете не только покупать предметы из игр, но также их и продавать. Играю в Бисфарм вместе с Beepro. И, ребята, также сегодня я хочу продвинуться не только по Петалпоясу, а ещё и по квестам Бибира. Для этого мне нужно было получить три маленьких домика, а так как их выпадение как раз-таки с этого ростка, я сюда и отправился. Но, к сожалению, в очередной раз на сервере оказался читер. То есть вы можете видеть, как он просто телепортируется с токена стикера на другой стикер-токен и вот так вот по кругу. Это, конечно, печально, но сейчас такое происходит практически всегда. Но тут, ребята, даже несмотря на читера, я просто убегая с поля как-то подобрал один стикер, поэтому это очень прикольно. Я уже думал, что не получу отсюда ничего, а так мы хоть что-то закинем в стикер-стак. Ну а так, конечно, жалко, что читеров толком никак не побороть, потому что если он и даже кого-то забанит, то просто создаётся новый аккаунт, да и всё. Но ладно, пока забудем про стикеры, лучше давайте повыполняем ещё квесты у Спирит Медведя, потому что мне нужно сделать десятый квест, чтобы потом себе спокойно купить Петалпояс. За его квесты мы получаем очень много глиттеров, мунчармов, ростков, всё прям для того, чтобы как раз-таки купить этот Петалпояс, в котором нужно очень много глиттеров, старжеле, а также клея. Кстати, пока ещё видео мелькают глиттеры, то напоминаю, что на канале есть гайд, как формить глиттеры, поэтому можете посмотреть, там я подробно рассказал все возможные способы. Пока я это говорил, мы, кстати, выполнили ещё один квест, за который опять же получаем и мунчармы, и глиттеры. Ну и наконец-то мы взяли последний десятый квест, который будем понемногу выполнять. Мне также выпал баф на Санфлавер с Хрома Ветра, он мне нужен как и в квесте Спирита, так и в последнем квесте Учёного. Ну и смотря на бафы, я думаю, вы понимаете, что я спокойно всё это сделал. Также сейчас буду добивать некоторые бейджики, потому что нам нужно 10 бейджов, именно мастер, чтобы выполнить десятый квест у Спирита. А так как мне с тройных кубиков упал ещё и клевер, то я решил сделать мастер и там. Ну и ребята, также мы скоро ещё сделаем и старджорные 5, осталось только дождаться последних двух туннелей. Также нам нужно сделать Антоннигалейшн 2, у нас очень много квестов на подходе. Также есть квесты Даппера, про которые я тоже когда-то вспомнил. И, конечно же, последний квест на последний переводчик у Учёного. Всё это мы будем в ближайшее время выполнять. Но пока фокус на Пэтл Поясе. Сейчас понемногу буду собирать различные ресурсы, мне осталось совсем немного их. 6 глиттера, в одно сторжеле, немного клея и всё это будет сделано. А также собрал ещё мастера на Пауке. После чего забираю мастер на Блю Флавере. Многие мне писали, почему я не делаю бэджи, так вот решил как раз-таки хэк, можно больше их и поделать. Как раз-таки они ещё нужны и для квеста. Ну и тут, ребята, я наконец-то нашёл эти три дома. Вот вы видите, скриншоты двух. Один у меня был на основе, я уже решил его себе кинуть, немного щетерить, потому что я эти дома искал около двух недель. Конечно, можно было бы и быстрее, если бы я активно их искал. А так я писал один раз на день, и поэтому искал очень долго. Но уже как есть, давайте возьмём следующий квест, и нам останется всего два квеста до кабадии. Также спустя долгое время нахожу гиф от Витсуса, что довольно приятно, потому что нам нужны шипы для будущей покупки наплечников. Ну и для того, чтобы выбить последнее старжеле, отправляюсь к крабу, убиваю его, и вместо старжеле также ещё получаю и клей, и глиттеры. Ну и, конечно же, само старжеле, поэтому ресурсов стало у меня ещё больше, и теперь остаётся немного их покрафтить, и мы сможем купить Petal Belt. Крафтил я последние глиттеры, и теперь остаётся только скрафтить последний клей. Также у нас ещё не хватает миллиардика мёда, что сейчас мы исправим. Ну и нужно доделать десятый квест, и мы сможем спокойно купить Petal Poies. Самое душное в десятом квесте это убийство виндепчелы, но всё же их понемногу делаю. Просил на серверах, чтобы мне спаунили, также некоторые подписчики мне спаунили, некоторую виндепчелу я вот как эту сам находил. Вот так вот десятый квест был успешно закончен. Поэтому сейчас проскипаем весь этот километровый диалог о спирит-медведе, и всё это мы делали ради вот этой вот одной штучки. Она, ребята, называется Spirit Petal, и на самом деле её можно получить три штуки. Я знаю, что мой канал сейчас смотрит много новичков по бисварму, поэтому я думаю, это будет интересная информация для вас. Этот Spirit Petal вы получаете за десятый, двадцатый и тридцатый квест, и вы можете потратить на палку, пояс, а также закинуть фрам ветра, после чего у вас есть шанс, что с облачков вам выпадет виндепчела. Кроме того, мы будем этим заниматься в следующих сериях, а пока всё-таки надо купить этот Petal Poies. На самом деле мы к нему очень долго шли, ещё очень давно я создавал опрос, он был реально очень давно, когда мы выбирали делать нам Petal Poies или Petal Палку, но наконец-то мы его купили. Не хочу сказать, что это было тяжелее, чем Даймонд Маску, как-то на Даймонд Маску я гринил побольше, тут было как-то всё более проще. Но дальше всё-таки помимо наплечников, также нужно не забывать про кокос-сет, канистра, ботинки, всё это мы будем покупать, так же как и наплечники. Кстати, очень хорошо, что для канистры не нужны глиттеры, поэтому глиттеры мы будем тратить на наплечники, а всё остальное уже будем тратить на канистру. Ну и также нам надо будет скоро ещё прикупить пестицид Плантер. Он нам поможет в фарме Мотивайт Нектара, да и в принципе будет хорошей покупкой. Ну и я всё-таки думаю ещё в этой серии сделать последний квест Учёного Медведя, посмотрим получится это у меня или нет. И в этом квесте нужно нафармить 500 рейдж токенов, для этого я планирую поставить в свой улей 4 рейджа, возможно даже больше. Чтобы вы понимали, мне быстрее упала пчела с мутацией, чем обычный рейдж, он мне упал буквально спустя 100 плюс рояль желе, это было очень долго. Мне остаётся выбить ещё 4 таких штуки, возможно даже больше. Посмотрим по ситуации, как быстро они будут спавнить свои токены. Заменяю если что только ивентовых пчёл, потом мы их просто вернём на свои слота, это будет намного лучше, чем менять каких-то гиф от пчёл. Также собрал свечи, думал, что возможно упадёт спайси, но к сожалению не упал, а у неё кстати тоже есть возможность спавнить рейдж токен. Ну и сейчас меня ждёт очень интересный грин 400 рейдж токенов. Я, ребята, немного побегал и так подумал, что я никогда толком не ставил макрос на улитку, и я решил попробовать. То есть я буквально запускаю макрос с убийством улитки и посмотрим, будет оно собирать токены или не будет. Но под итог оказалось, что в натро макро это работает как обычный автоклик, поэтому так мы толком токенов не соберём. Зато я придумал план получше, у меня есть антени гелейшин от панды медведя на анчеллендж, и у меня есть квест на подбор рейдж токенов, то есть мы будем совмещать их и вот так вот как-то будем делать. Ну и мне остаётся последний заход в муравейник, чтобы сделать второй антени гелейшин, и я в принципе неплохую часть рейдж токенов получил, пока это всё делал. Ну и теперь сдаём второй из пяти квестов на старпеченьку. Чем дальше, тем дольше мы их будем делать, поэтому не ожидайте покупки старпеченьки в ближайшее время. Ну а под итог всё-таки вернулся на стамп, чтобы тут спокойно подбирать себе рейдж токены, и остаётся их совсем немного. Параллельно, кстати, понял, что мог спокойно сделать этот квест, даже не убивая улитку, но уже как есть. И наконец-то я подобрал последний рейдж токен. Да, ребят, это было очень долго, около часа стояния на улитке и просто подбирание этих токенов, при учёте, что я потом поставил даже больше рейджов в свой улей. А это того стоило, теперь мы можем позакрывать все остальные части этого квеста, и спокойно получить себе последний переводчик. И, ребят, также нам осталось два дня для того, чтобы успешно сделать Стар Джоурный 5 и получить Стар Печеньку. То есть на самом деле я сделал этот Стар Джоурный 5 ещё в первые два дня. Я сейчас просто буквально жду туннельник медведей, чтобы быстро сделать этот квест. Также пришлось крафтить клей, потому что мы весь потратили на покупку Петал Белта, а мне в квесте нужно его использовать. А ещё мы выбили кактус диспенсеры, и я решил этим воспользоваться и сделать Стар Джоурный 5. Мне как раз-таки там нужен гу на кактусе. Ещё я вспомнил, что ставил сюда стикер Плантер, поэтому можете посмотреть, какие стикеры мне упали с кактусового поля. И на самом деле там уже есть один неплохой стикер, а именно Марбл. Это торп, очень хороший стикер, который понадобится нам в пятнадцатом квесте, если нам, конечно, повезёт с этим цветом. Также ещё упал Блю Сквар, что тоже очень крутой стикер. Ну и окно, которое тоже нам нужно в квесте Спирит Медведя. Также я всё-таки решил, что не буду оставлять себе белый цвет улья и закину его в стикер стак, потому что сейчас это для меня намного важнее. Бафаем в стикер стак, и мы потом сможем лучше делать фармы, лучше набивать мёд, и это будет ускорять наш прогресс. А также мне нужен второй бейдж за стикеры. Ну и, ребята, я всё ещё не могу себя заставить сделать этот квест учёного, поэтому давайте поставим как можно больше лайков под этим видео, чтобы я наконец-то собрался и доделал этот квест. Ну и не вижу смысла переносить это на следующее видео, поэтому выполним последний квест учёного сразу в этом. А следующее видео у меня задача Кабади, которую, я думаю, мы успешно сделаем. Но там уже посмотрим, как оно получится. А пока приходится тратить блю экстракты, ред экстракты, что мне очень не хочется, но это того стоит. Мы получим очень сочную награду от учёного медведя. Конечно, печально, что я получил все эти старжеле, когда мне они уже толком не нужны. Да, возможно, мы будем ещё что-то с ними покупать, но пока они мне не надо. Ну и, наконец-то, ребята, я могу засунуть переводчик в последнего НПС, который это требует, а именно в стикбага. Теперь мы сможем взять его бисмос квест, который мы никогда не сделаем на этом аккаунте, но до конца бисмоса точно не успеем. Также мы можем просто его призывать, но квест, опять же, я делать не буду. Также ещё хочу сказать, что я не буду сейчас забивать на квесты Спирита. Да, я не буду их опять спидранить, как было до 10-го квеста, но понемногу буду их делать, чтобы скоро уже закинуть лепесток, а также выбить Винди-пчелу с этого храма. Винди в синей не прям, чтобы мне нужна, но пусть просто будет. А также, ребята, понемногу выполняя следующий квест, мне осталось только поискать стикеры, и мы его спокойно сделаем. Ещё нам нужно будет пособирать облачка, для этого нам нужно будет убить где-то 2 Винди, как раз-таки одну я уже убил, и получил нужное количество облачков. Также получил все нужные стикеры, и теперь нам нужно будет просто убить одну Винди-пчелу, и мы сделаем 14-й квест у Бибира. Ну и, ребята, я решил всё-таки поменять себе Рейджов, а то как-то не прикольно с ними ходить, чё-то я про них забыл, и вернуть себе нормальных пчёл. То есть советую новичкам брать себя на заметку. Если вам нужны квесты с какими-то токенами, то просто меняйте неотдарённых ивентов, и потом на эти статы будете их ставить обратно. Ну а так как я сам не могу заспавнить Винди-пчелу, я всё-таки попросил, и мне заспавнили, понятно, не за просто так, или уже за просто так, если честно, не помню. Но сама суть, квест я вот этот вот сделал. И это был предпоследний квест на Каббаде, и в следующем видео будем выполнять уже последний. Там будет Даймонд Кластер, возможно, даже будет интересно, на что я его затрейдил, если что скрины там все будут, возможно, даже я овердал, но уже как есть, посмотрим, что там будет. Ну а пока я также отправлюсь в ретро-челлендж, чтобы доделать всё нужное в пятнадцатом квесте Бибира. Ну а начнём делать его пятнадцатый квест, ребята, уже в следующей серии. Всем, ребята, спасибо за просмотр этой части, надеюсь, она была интересной, и что я хочу сказать насчёт покупки Пэтл-пояса. Так как вы знаете, что я записываю части наперёд, то я уже немного поставил макроссик с ним, и я могу сказать да. Это очень хорошее решение, покупать сначала Пэтл-пояс, потому что Пэтл-палка, она почти не бафнет ваш фарм, если вообще не бафнет. Объясню, почему Пэтл-палку раньше покупали первой, просто потому что не было макросса, все стояли автокликом, и нужен был какой-то автоконверт. Сейчас же нужды в этом нету, да и Пэтл-пояс даёт очень хорошие бафы, поэтому я очень рад, что я наконец-то его купил. А насчёт гринда как-то даже не почувствовал, на даймот-маску было, как по мне, сложнее, но всё-таки чуть-чуть пришлось постараться. В общем, если понравилось это видео, вы знаете, что делать, не забывайте про Дискорд и Телеграм. Ну а с вами был Азейн, всем удачи и всем хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok